В моем понимании, да, Google-таблицы – это дремучий лес. Для меня, на самом деле, Google-таблицы – это тоже дремучий лес, и я их терпеть не могу. И занялся, как ни странно, видеосъемкой. Почему именно этой нишей? Мне не очень интересно вот в такой целевой аудитории работать. Что значит предназначение? Они взяли меня на работу. В день сколько ты времени уделяешь онлайн-бизнесу? Я ценю свободу. Около пяти тысяч вложил. Эти деньги и стоили того. И мы вообще не ожидали, на самом деле, что продажи будут. Так, а чем бы заняться? Хм, все дороги через Headhunter, как ни странно. Ты приглашаешь инвесторов на первоначальном этапе. Я такой, ну, человек не очень быстрый. Я записываю. Друзья, снова здравствуйте. С вами Федор Илья и еще один человек, которого мы сейчас представим. Это Николай Мартынов. Продюсер. Онлайн-школы онлайн-гугл-скул. В моем понимании, да, Google-таблицы – это дремучий лес. Я там ничего не разбираюсь. И вот, видимо, нашлась большая аудитория, которая так же не разбирается. И вы нашли подход именно к этой аудитории. Прививаете, в общем, компьютерную грамотность. Но для меня, на самом деле, Google-таблицы – это тоже дремучий лес. И вообще таблицы. И я их терпеть не могу. О, вот здесь можно? Федор. Нам очень интересен путь, вот эта вот история успеха. Но вообще я обучением занимаюсь уже очень давно. Начинал я вообще с обучения сноубордингу. Ну и до сих пор еще тоже бывает, учу своих друзей. Потом долгое время работал бизнес-тренером корпоративным в разных компаниях. Начинал в компании Adidas. Ну и потихоньку в этих компаниях начал создавать онлайн-курсы. В определенный момент забил на корпоративное обучение и решил заняться чем-то своим. И занялся, как ни странно, видеосъемкой. Ну, то есть совершенно… Кардинально-кардинально. Свадьбы были, да, были корпоративы, были дни рождения, чего только не было. Потом понял, что нужно делать из этого бизнес. Пошел, отучился в бизнес-молодость. Потом понял, что видео мне не очень интересно, все-таки хочется заниматься обучением. И я начал соединять это там видео обучение, начал создавать корпоративные видеоролики обучающие. А потом как-то где-то я увидел про акселератор. Даже не вебинар, не рекламу, да, от кого-то, по-моему, услышал. И увидел, что есть вакансия, они приглашают к себе на работу. Я помню, у Димы была вакансия, я, ну, там, позвонил, решил с ними пообщаться. Может быть, попасть как-то и поработать в акселераторе. Честно сказать, не взяли меня на работу. Но я понял, что надо этим заниматься, надо идти к ним учиться точно. Понял, что онлайн-образование для меня это интересно, потому что я ценю свободу. Хочу, чтобы полезный и ценный контент был доступен любому человеку вообще на земном шаре. Записывайтесь на наш бесплатный вебинар. Было обучение в акселераторе, правильно я понимаю? Сколько денег, какой пакет ты приобрел в акселераторе? И почему именно такой? Я начал учиться в январе прошлого года, 11 января стартовал поток. И я купил по новогодней распродаже за 250, по-моему, что ли, пакет купе. Я понял, что плацкарт мне, ну, само название вообще совершенно не нравится. Ну и наполнение не очень мне как-то заходит. Плюс там были бонусы, это выезд на встречу в Сочи, а, нет, не в Сочи, в Алуште, в Алуште, да, туда уже входило. Ну, то есть мне вот эти вот бонусы дополнительно очень заинтересовали. Ну и цена вполне там 250 на тот момент меня вообще шикарно устраивала. Вот по прошествии этого года, как ты считаешь, эти деньги стоили того? Точно стоило, потому что, ну, я за этот год начинал сначала знакомых продюсировать, потом я дошел в компанию, там развивал онлайн направление, онлайн-курсы. В конечном итоге вот создал Google Online School, и благодаря инвесторам, ну, то есть это тоже... Инвесторов привлек? Да-да-да, у меня тоже там интересный путь, потому что сначала я тратил свои деньги. А во что вкладывали? Первое, что я запускал, школа по йоге, даже не йога, а по спине, здоровая спина, но там с помощью техник йоги. У меня есть знакомый, очень хороший тренер по йоге, Екатерина Перчеклий. Мы запускали как раз вот онлайн-школу по спине, и первые деньги я потратил на то, чтобы вебинарную площадку арендовать, по-моему, какие-то деньги на трафик первые тогда еще. А, и на сайт, да, сайт я сделал на LP-генераторе, сделал этот сайт небольшой. Всего около пяти тысяч вложил, ну, и в большей степени мы рекламировались по... Даже не рекламировались, а просто вот этот эксперт, она у себя повесила. Да, 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 ну, пришло у нас тогда, я помню, 30 человек, по-моему, что ли, всего. Но в итоге мы даже продажу одну совершили, на 9 тысяч мы тогда продали. Вот, то есть мы даже в плюсе оказались. А продажа чего, курса? Курса, курса. Был он записан или это был тоже вебинар? По технике акселератора, сначала мы продаем, а потом уже создаем продукт. Создала архитектуру курса, то есть наполнение его, какие там уроки должны быть. Создали вебинар продающий, и, ну, то есть продавали вот этот курс, который будет там через месяц, условно, да. Но его еще не было, то есть мы хотели продать сначала, а потом заработать. Но дальше не стали двигаться, потому что я посмотрел на целевую аудиторию. Это оказались женщины 50+, у которых проблемы со спиной, там протрузии, грыжи. Ну, мне не очень интересно вот с такой целевой аудиторией работать. Но, тем не менее, опыт был отлично. Что наиболее полезное в обучении в акселераторе ты получил для себя? Наиболее полезное, ну, пинок, наверное. Это первое. И начал с ним заниматься, потому что хотелось там в онлайн переходить. Второе – это общение с единомышленниками. Ну, это самое крутое, да, что может быть, когда там задаешь вопрос, и тебе там отвечают. И, наверное, вот пошаговый план, что надо делать. Вот топ-3, друзья, то, что вы можете получить. Нет, как подкреплять тогда, получается, вот доверие людей, что вы не продаете какой-то продукт, и неизвестно, когда он выйдет. Мы говорим конкретную дату. Через месяц мы точно вот создадим, запусть. Например, мы там начинаем продавать вот сейчас в январе, да, например, в середине января. Мы понимаем, что в середине февраля мы точно сможем там, ну, снять и запустить хотя бы там первые уроки. В этот месяц продаем, собираем деньги для того, чтобы потом, ну, продакшеном заниматься. И это, наоборот, даже лучше, потому что мы можем сразу получать обратную связь от учеников, что им больше интересно, да, и прям по ходу можем корректировать, да, и снимать, дополнять что-то. Сколько прошло времени перед тем, как был какой-то второй проект? Мне кажется, около месяца прошло, следующее было предназначение, как раз. Вот, мне очень интересно, что значит предназначение. Это какое-то такое тоже вот мифическое, мифологическое какое-то, да? Пройди тесты, ты поймешь, инженер-то, слесарь, биолог или художник. Или художник. Ну, а, возможно, президент. С предназначением у меня тоже такая интересная история, потому что я пока, ну, там, работал тренером, потом начал видео заниматься и в процессе искал себя, но не мог понять вообще, что, куда и зачем, и как. И на эту тему, на тему предназначения, вообще поиск себя проходил несколько тренингов. Один из тренингов был Павла Кочкина, ну, у него проект предназначения. Решил, что надо бы мне туда углубиться посильнее и стал с ними сотрудничать. Ну, там, потихоньку сначала кофе приносить, потом помогал с программами, потом начал проводить живые, там, мастер-классы, ну, вступительную часть, а потом начал уже тренинги сам проводить. Бывает такое, что человек, ну, там, добился уже определенных высот, да, зарабатывает уже хорошо, но что-то вообще, ну, не в кайф. И он тогда начинает поиск, а что вообще меня там зажигает, что цепляет, как вообще реализовать себя. Сколько потоков было по предназначению? Мы так и не запустили тоже, да, к сожалению, мы провели два вебинара, вот. Ну, вот вложили тоже, ну, там не очень много вложили, там, около 20, по-моему, тысяч мы туда вложили, собрали, потому что на первый вебинар 30, на второй 30 человек, но тоже так и ничего не продали, да. А как ты считаешь, с чем связаны были вот эти вот две ниши, в которых не получилось там сделать каких-то продаж? Ну, первая ниша с йогой связана, ну, это было, во-первых, самое начало, мы только начали учиться, я там особо даже не разбирался вообще, что к чему, ну, там прошли фундамент, который длился, по-моему, две недели, что ли. Я вот практически ничего не знаю, но думал, сейчас я быстро все так, вот, оказалось, что не так все просто, на самом деле. Дальше был такой период какой-то такой упаднического настроения, и я понимал, что что-то мне больше денег своих не хочется тратить на рекламу, на запуски. То ли я не такой, то ли там обучение какое-то. Сомнение, в общем. Да, прям какой-то период такого сомнения. Я понял, что надо какие-то другие варианты искать, то есть, если свои деньги не очень хочется тратить, то, думаю, надо, значит, с чужими деньгами попробовать, ну, попрактиковаться как-то там. Я такой, ну, человек не очень быстрый, да, мне нужно прям долго вот запрягать, 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 чтобы во всем разобраться, попробовать, много всего, так зайти, так зайти. Он начал, как ни странно, в Headhunter искать вообще, что может есть что-то про онлайн, и нашел там одну компанию, провайдер тренеров, то есть, они в компании предоставляют тренеров. И они решили сделать направление онлайн-обучения тренеров, как тренерам зарабатывать больше. Там курс, онлайн-курс для открытого рынка. И они искали как раз продюсера. Мы запустили два потока, заработали на одном потоке, там, 300 с чем-то мы заработали, на втором потоке 460 заработали. То есть, ну, провели такие, там, классные два потока. Могли бы заработать больше, но мы все делали живыми вебинарами. Как ты считаешь, онлайн-сфера, это, ну, уже развитый какой-то, да, вот рынок, или это только вот все на стадии, там, какого-то зародыша, и будет только разрастаться и разрастаться? Ну, вообще, само по себе обучение у нас в России, я думаю, в зародыши находится, да, само обучение. Все идет вперед, появляются новые технологии, там, машинное обучение, искусственный интеллект. И все это можно применять в обучении, в онлайн-обучении. Мы живем вообще в такой период, когда, ну, бурно все меняется, развивается, особенно там онлайн, диджитал. И я очень рад вообще, что я в этом, на этой волне. Как вообще семья отнеслась к идее того, что ты хочешь заниматься онлайн-бизнесом? Скепсис был? Наоборот, был восторг, потому что у меня супруга актриса, вот у нее такой график свободный, она, ну, чем бы хотела куда-то там уезжать надолго. Поэтому было бы, ну, прекрасно, если бы у меня была возможность работать в любом месте. Ну, и для меня это тоже приятно. Я сейчас, когда, ну, занимаюсь вот онлайн-бизнесом, я много времени там дома провожу, с семьей много. Мы можем там выезжать в будни куда-то, да, когда Степа не учится в школе. Получите бесплатную онлайн-консультацию прямо сейчас. Владимир, сколько ты времени уделяешь онлайн-бизнесу, чтобы все поставить на поток, чтобы все работало? Наверное, это, ну, там, 2-3 часа максимум. На старте было много, когда мы снимали, все продакшн делали, там, это было, ну, это прям целый день. Потому что мы там выезжали, снимали, запускали, когда сейчас. Ну, планируешь еще развивать больше онлайн-направления? Да, ну, я стремлюсь, чтобы у меня онлайн стал основной моей деятельностью, онлайн-курсы. И, ну, будет не только вот Google Online School, мне интересны еще другие направления, сейчас тоже там веду переговоры. Так вот, о Google Online School, может быть, поподробнее? Почему именно эта ниша, ну, это прям такое, это неочевидное, да, скажем так, не то, что можно вот, так, а чем бы заняться? Хм, Google Online School, вот, кажется, как-то так, да? То есть, ну, вот как это, расскажи. Все тоже интересно произошло, потому что, вот, определенный момент, я опять начал заниматься поисками инвесторов. Все дороги через HeadHunter, как ни странно, да, там есть возможность в HeadHunter найти инвесторов. Я встретился с... Я записываю. Где сказать инвестор? С одним таким человеком он очень хотел создать и сейчас хочет создать обучение бирюзованным организациям. Организации, которые на, ну, там, самообеспечении, которые каждый человек принимает решение, ответственность за результаты. Чего он решил начать? Это как раз с того, что обучить, во-первых, своих сотрудников, да, в одной из своих компаний направление, вот, ну, Google таблицам именно. Сказал, что давай снимем обучение для компании, а потом начнем это продавать на открытый рынок. И заодно и протестируем на, вот, на сотрудников, на моих, как вообще все зашло. Мы начали с того, что вообще не акселераторская такая была схема, мы сначала все сняли и запустили курс в компанию. Протестировали, где-то он длился около месяца, ну, 4 недели, да, длился курс. Я собрал обратную связь, докрутил потом то, что не хватало, и мы начали уже продавать это. Сейчас вот он докрученный такой продукт продается, но мы все равно еще тоже докручиваем, докручиваем. Цена у нас вообще минимальная, мы поставили там самую низкую цену, 2 тысячи стоит, но это такой курс, то есть без обратной связи, без всего. То есть человек прям заходит и проходит сам. Ты сегодня пришел не один, а можно пригласить? Степ, привет, идем сюда. Выбирай, например, да, там, между обычной среднеобразовательной школой, да, и каким-то, я не знаю, там, может быть, онлайн-школой, да, для ребенка, где ему дадут, ну, какой-то другой базис. Вот ты бы... Онлайн точно должно быть, да, там, онлайн-обучение, там, для, мне кажется, да, там, для детей со школы точно, но убирать оффлайн составляющие, да, потому что для детей важна социализация, да, и, ну, то есть, если это будет какой-то такой смешанный вариант, да, смешанное обучение, это будет очень круто. Может быть, по лего, да, Степ, какое-нибудь обучение, да? Кстати, вот если бы ты, Степ, открывал школу, какое бы направление ты выбрал? Лего, либо еще что-то, может быть? Я бы лего или записи программ для роботов каких-нибудь. Вот так, программирование, робототехника. Не переживал ты, что вот доля твоя размоется, потому что ты приглашаешь инвесторов на первоначальном этапе? Я не боялся, у нас все, ну, там, четко оговорено, и вообще любые какие-то там вопросы, ну, мы там решаем спокойно. Что касается, там, Гугла и Яндекса, это вот сейчас первый этап просто такой, да, потом мы тоже пойдем по схеме вебинарных продаж и тоже через соцсети, и тоже, ну, там, будем развивать и будем увеличивать гораздо ценник. Не боитесь кого-то потерять, там, получить негативные отзывы, когда поднимете цену? Кроме поднятия цены мы будем еще наполнять пакеты дополнительными возможностями, да, то есть это обратная связь с полезностями, да, обратная связь, это дополнительные еще материалы, это может быть какие-то, ну, то есть группы, групповое общение, групповые задания, ну, то есть сейчас это просто вот такая вот скелета. Ближайшие планы миллион заработать, ну, то есть там в течение четырех месяцев. В течение четырех месяцев? Да. Это реально? Ну, не заработать, а воборот сделать. Ну, там, вытащить, ну, наверное, около там четырехсот, я думаю. Ну, это имеется в виду. Ну, наша амбиция не беспочвенная, да? У меня такой вопрос, ты же говоришь, что вы, там, упаковали вот продукт, да, и продаете его не по системе акселератора, да, то есть это некий другой подход. Так тогда в чем вот полезность акселератора для тебя была? В том, что мы будем продавать скоро по системе акселератора. Да, мы сейчас стартанули по самой простой схеме. Сделали ленд, ну, там, и начали туда гнать трафик, и все. То есть у эксперта нет, ну, не было пока времени вебинар там делать, проводить вебинар, все это настраивать, но мы такое решили, а давай как-нибудь. И мы вообще не ожидали, на самом деле, что продажи будут, честно говоря, но мы вот запустили и запустили. Ну, сейчас мы все это, там, наобороты накручиваем. Близкая история. Какие планы дальше-то? Хочется развивать, во-первых, точно, хочется развивать Google Online School. У нас, друзья, для вас специально горячее предложение. В течение недели после выхода этого видео у нас будет скидка 50% на новый продукт от Google Online School. Промокод Snowboard, и именно по этому коду вы получите скидку. Ссылку на этот курс обязательно прикрепим под нашим видео. Друзья, спасибо вам, что вы нам смотрели. А я хочу сказать спасибо нашему гостю Николаю Мартынов. На этом мы, конечно же, вам хотим сказать, оставайтесь с нами, ставьте колокольчик, подписывайтесь, потому что у нас масса полезных для вас новостей, у нас интересные гости, которые такие же, как и вы. А почему я вот так вот противопоставляю? Потому что они рассмелились и сделали шаг, и пошли в онлайн-образование. Вам того же самого рекомендуем. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии и лайки. Спасибо за интересный рассказ. Я пройду обучение, я думаю, потому что я не могу. Вот он что там присылает мне, я вообще не понимаю. Поймал на славе. 2000 рублей всего. Можно сейчас оплатить прям. Ладно, спасибо тебе большое. Спасибо вам. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok